Максимадзе 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 в ней папку 3 богатыря и save games четко запоминайте как пишутся название этих папок и собственно вот когда вы создадите все у вас будет работать собственно говоря поехали надо надо отсюда выбраться закрылась решетка да где ж это видано чтоб силушка богатырская перед и наземной машинерии пасовала видать старею да действительно странно на совесть сделано умба сурмане ладно давайте посмотрим попробуем найти выход отсюда может быть на бумажке чё полезное написано дэр гросс эфир гнюгин язык сломать можно и слова срамные какие-то хорошо хоть картинки есть дэр гросс эфир гнюгин я я даст из фанта короче по-немецки на написано тут аэнс бом бомбол оберт су синькин чон су ангбер тут такой шрифт что не чуть не совсем читаемый 2 балмур оберт су ауш 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 аутен шпринь брунин не особо дружу с немецким но не и не могу уверять что точно правильно все прочел но короче пробуем хлопок 1 жаль что пустой уж я бы с князем по душам потолковал жаль на нем нельзя уехать вниз что-то я неправильно делаю нет так у меня в этой игре все персонажи за которых мы играем могут до что это выдавать такие фразы если делать то что делать пустим низком мы не должны были 2 хлопок 2 хлопка чу будет вот он очень красота то какая хорошо хотя лучше бы князь сюда квас подвел ну или пиво да ну да юморочек какой-никакой тут есть но на самом деле какое пиво фонтаны для воды предназначены для пива кваска так хлопок 3 и печка сама зажигается неплохо устроился князь не всегда он может произнести эту фразу потому что он делает зачем-то вот опять да люблю на огонь глядеть да только сейчас времени нету ну и 4 хлопка музыка есть а музыкантов не видать в стены что ли замуровали тьфу бесовские штуки хоть и десятый век тут а технологии развиваются уже здесь кочергу брать не буду а то замучают потом зачем кочергу погнул зачем погнул да ну эту бумажницу не интересные здесь картинки пусть горит кстати говоря это играет про трёх богатырей самая длинная из всех которым играли так что она наверное даже не в 2 а в 3 серии может уйти а ежели вот так попробовать пожарный датчик пожаротушение все открылось как кофе как офигенно и механизм сработал надежно а это еще чего за штуковина непонятно только что использовал не доведут до добра все эти придумки новомодные да ну хочешь не хочешь а придется на дальнюю заставу скакать вот она застава где же алёшка то непутевый да собственно говоря это эта локация была в позапредыдущей игре добрынники змей горыныч правда там еще была была постройка большая деревянная здесь ее нет но тем не менее это та же самая дальний застава только сена тут похоже более свежая чем было тогда когда жаль никогда алёшку искать надо смысле гигиены отхожих мест здорово мы еще за границу уступаем поэтому без нужды лучше не заглядывать давайте к писарю зайдем дверь у него в этот раз не заперта зайду писарю расспрошу хоть что тогда должен знать здорово служивый здравствуй анимации решили здесь зачем-то не делать значит был здесь алёшка то куда ж подевался был как-нибудь перво на перво проверку здесь учинил бдительность проверил наряд мне в не очереди выписал а потом куда это на границу поскакал говорит туарина там видели и что же алёша совсем не сказал а почему ты смотришь туда они написали какой-то странный немного разговорчик у вас полтун находка для шпиона узнаю а место куда едет на карте секретный отметил где твоя вежливость на на собеседник это смотри в глаза и критные обозначены и врагу на нее и в полглаза смотреть нельзя что ж ты молчал то душа чернильная куда спрятал того мне неведомо сказал кому надобно сам догадается фу да интересно интересно ну где карта то идея есть нету вот ни единый не так печаль кошкина вроде наряд у него очень делается чем он ее тут оставил портрет князя тут тоже также сидит какой портрет чего это у князя под левым глазом прыщик али мухи нагадили непорядок это когда портреты руководителей государства в грязном виде прибывают давайте-ка попробуем почистить эту грязь годится такая уборка сухой тряпкой разве пыль соберешь ну да не с не соберешь надо намочить немного гляди-ка и тут обалдеть и не доведет это до добра много тут литературы интересной квадратиками порезано только карты а и пропуск тот самый просто просроченный лежит ты погляди иголка а вот еще одна и еще а карты нет вот отлично через минуту у нас будет абсолютно мокрая рубаха ну вот отлично можно портретик этот теперь почистить офигеть честная да вот же она карта но и хитера лёшка а с виду и не подумаешь да 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 вообще неужели он еще и художник так грамотно портрет князя князя нарисовать умудрился но это как-то странно верится это может тут колдовство применено какое-то было зачем он вообще к тугарину прошел он разве не побежден был все все до свидания путь отправляемся вообще кстати хорошая идея надо бы карту это тоже перепрятать по новой он туда засунем ее короче и будет офигенно из этого ничего не выйдет не почему выйдет карту туда тоже засунуть и замечательно все по и позже все пошли путь ну что ж дорога прямая ровная одна зная себе шагай не заблудишься на видишь какие маленькие за себя постоять могут на вяленькие какие-то цветочки и бутоны закрыты грязновато водится если из такой лужи попить козлёночка дизентерии станешь а вот ослом с дизентери запросто на есть одна проблема в этой игре к сожалению она связана с тем что у меня десятка начиная с windows 8 здесь есть проблемы если направиться в ту локацию игра крашенца и вылетит но у меня есть сохранение которое сделал играя на семерке собственно он добрыня попадет вот в этот самый лес видимо мне видимо не надо было мне этого делать поэтому давайте давайте-ка перезапустим игру что за шутки я ведь здесь уже был короче обычная когда нажимаю я попадаю туда но почему-то в этот раз меня вылетела короче короче там надо было взять флягу собственно вот мы взяли флягу и нам надо набрать водиться из лужи на семерке таких проблем не будет а вот начиная с восьмерки и к сожалению такие вот проблемы это очень неприятно если надо я могу скин если вам нужно будет я могу скинуть сохранение свои вам комментарии красота или в описании пишите об этом в коментах вот теперь его да вот вот я не понимаю как можно догадаться взять что нам нужен пчелиное гнездо и его надо вот так вот прием себе не рок сигнальный ну-ка попробуем ой а кто это сказал чей-то голос был а голос то совсем рядом видать есть тут где-то тропинка потаёмная ну-ка осмотрюсь еще раз вот же она и как я раньше не примете да можно кстати дать и пойти но он отказался будет все-таки тут короче по сценарию идет на лоскуток остался тут он нам еще пригодится потом чудеса да и только что и такие хоромы посреди дремучего леса делают тем более что место заповедный кстати говоря тоже начиная с восьмерки в этом моменте вот эта принцесса будет забагована в окне но мне каким-то образом сейчас повезло она не забаговалась но чаще всего она богуется прохождению это не вредит но это неприятно пожалуй куда он не захочет идти видимо все-таки надо поговорить с дым заперта девицей ну правильно меня пока войти не приглашали ну нет во первых не гоже это чужое без спросу пить а во-вторых неизвестно чего там вообще налита может растирание какое от радикулита мадам девица у окошка стоишь чай с ужином ждешь не видала не проходил ли кто мимо тебя батыр жду что ты всем к машин говоришь зайди я тебе напою накормлю в баньке пропарю финской есть ты номер какие-то добрыня женат еще богатыря русского алёшу поповича плохо ты воспитан батыр ты сперва даму беседы да 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 женат богатырь а уж потом одели спрашивай тем более не с деткой базарный говоришь с царелами ухты настоящая царевна а какого роду племени будешь ты светочей моих не из милиции случайно может тебе еще и грамоты пограничные показать а может ты меня обыскать хочешь лучше не надо вы и сперва потом расспрашивай ну не пьянство ради общения для уловочка это чего большое такое все стало ты чем меня опоила ведьма всего лишь небольшое средство для уменьшения как это по-русски богатырского достоинства похоже уменьшение богатырского достоинства тактического отступления не каловушка ну что ж прежде чем как мы перейдем к следующему богатырю мы привемся на рекламу дорогие друзья хочу прорекламировать вам канал своих друзей под названием реки низом экшен на этом канале вы можете найти интервью со мной с максимата причем довольно таки длинные масштабные а также интервью возможно известного вам моего коллеги легкий с канала чего хочу то врачу также у них есть и другой контент которые они по возможности будут делать также они регулярно проводят стримы у себя на твиче и об этом всегда сообщают у себя в сообществе на этих стримах и также иногда появляюсь и я но предупреждаю участники канала часто используют так сказать не детские шутки и довольно таки и такое иногда бывает что даже не бывает неприемлемый юмор так что канал скорее ориентирован не на не на детскую она подростковую или даже немножко поздней подростковую аудиторию так что будьте осторожны но во всяком случае интервью с максима за интервью с лёхой очень даже культурное видео рекомендую просмотру для тех кто еще не видел продолжаем княжецкий гонец или я муромец от князя до слоны за или муромцы слове разбойника там в конце мультфильма как мы же помним он вернулся с князем на этом слоне но этого слона мы больше не видели никогда в мультфильмах а тут он появляется явиться во дворец для получения сверхсекретного задания извини за испорченный отпуск целую князь а куда она ехать хотела вообще ты это господи что я что происходит за маги забаговался трон что заглючила система что ли что происходит вот здесь бы просунуть чего-нибудь покрепче а восья становится машинка вот собственно сейчас будет практически то же самое происходить что из одобрения но с довольно таки значительными отличиями все же не может все-таки трон поршень с троном справиться с кочергой деревянным горяч пошел небось искать приключений на свою голову думаю вернется сам скоро о своих приключениях расскажет тут и оно что ни один пропал послал я добрынии никитича алёшу искать только никитич пропал как в воду канул а вот это уже серьезно живо говори где искать их только на дальней заставе туда оба и направились немедленно и илюша когда уходить будешь котерку то вытащи только поосторожнее теперь главное чтобы или я тоже сам не пропал это что с твоим троном творится заколдовал ох и темные у меня богатыри надо идти в ногу с этим через эту механическим прогрессом это же механическое приспособление через люк кстати проходит кочергается не дочит немного на троне вниз уехал хлопнул два вверх поднялся а зачем это тебе надобно княже зачем зачем надо и все для престижу ну все отправляйся в путь а я тоже поеду что-то с твоей механикой неладное творится ты решетку то открой ну лучше бы квас у студеного а еще лучше пива тридцать лет и три года на печи сидел хватит с меня печи с того момента как тут был добрынь тут даже никто не прибрался да лучше тут без нужды ничего не трогать не доверяю я этой механике новомодной нет я так скорее дворец с корнем вырву ну да может быть короче нам так же как и добрыне надо выбраться отсюда но здесь подход будет другой давайте-ка воспользуемся троном и спустимся в подвал с князем потолкуем ну ты чего совсем со своей механикой одурел что ли ну-ка немедленно открой решетку или я за себя не отвечаю ты во-первых не груби князю-то а во-вторых не открывается она опять заклинило что-то сколько не хлопай может надо погромче хлопнуть например кулаку да кому-нибудь пол не надо так нервничать Вилей Иванович бомбить что-то немного что-то немного бомбит его толковая гиря от этого дела да делам государственным князь возвращает запрос за тупо в подвале стоять нормальное ведро без дыр чего зря в подвале пылиться ежели для дела не пригодится так князя по маковке огрею чтоб впеть не таким любителем техники был сдается мне эти штуковины всей механикой этой и управляю вот только как так подвесим чего-нибудь вот эти вещи все можно тоже понавешать думать сперва надобно и кочергу тоже но булаву с кочергой вешать не обязательно просто можно повесить и все они ничего не давали вроде правильно груза маловато водицы набрать надо ведро ну наполовиночку открылась надо еще одну цепь вниз опустить придется цызного думать водицы наберу а то с пустым ветром ходить примета плакает так вот теперь ведро увесистое сейчас попробуем повесить его еще раз может что-то произойдет ну а ежели вот этак попробуем вот вышло чего-то а чего не ясно пока одолел я механику эту заумную будет знать как с богатырем русским связываться ну вот и прибыл я на заставу дальнюю где ж вас тут искать ну да ну да да я когда рассказал эту примету бабушки с дедушкой своим такой угар вообще был ну-ка ну-ка расспросим писаря а ось знает что здарова служивый здравствуй славный богатырь Илья Муромец да что ж творится прям парад богатырский какой а не видал ли ты здесь служивый братьев моих названных алёшу поповича да добрыню никитича видел у всех видел алёша попович тугарина воевать поскакал местоположение свое на секретной карте отметил добрыня никитич ту карту нашел и за им отправился куда мне неведомо а где сейчас карта добрыня никитич ее по новой перепрятал потому как сведения у них да только мы этого не видели ну и что ж ты служивый Илья тоже смотрит не на него а куда-то куда не видел Илья Иванович вот тебе крест он мне шлем свой на голову надел чтобы я не подглядывал да его шлем тебе пожалуй до самого пупа будет вот поэтому я и не видел ничего ну да только не видели мы всего этого по какой-то причине ну и где ж ее искать то карту эту не изволь гневаться Илья Иванович не знаю я да ни к чему мне рубаха мокрая и размер явно не мой да вот тена да нет тут карты а жаль нету ничего так я и знал ага и добрыня картину нарисовал карта секретная и прочертил все здесь забрыня ну хитрец не понял да только Илья вот это дело поправить может Китай Лондон неужели из Руси вот так можно до Китай Лондона добраться какая-то ерунда если честно не табличка ладно все пошли ну вот теперь и в путь далекий да трудный отправляться можно что-то пятка у меня левая чешется какого-то фига гнездо стало меньше сгинь сгинь окаянная вот злые какие хуже тугарцев так это добрыня порвал рубашку свою немного так это ж от добрыниной рубахи лоскуток ну точно даже одеколоном его любимым пахнет русский лес да в случае здесь к сожалению не получится с помощью фляги и воды палить цветы они к сожалению на этот раз вода не подействует на них они потом закроются обратно здесь придется другой подход применять переключаемся на вот это сохранение уже что-то места знакомые потому что к сожалению с ильей в этом моменте тоже крашится и вылетает игра да здесь подход надо другой еды надо было подсадить туда вот было бы в этом дереве подходящее дупло можно было бы этих пчел неправильных в него переманить и аромат гриб ага собственно гриб этот взяли из крапивы в той локации с помощью добрыниного скутка чтобы не обжечься по крапиву собственно хорошее дупло вот теперь чую все в порядке будет эй пчелушки работницы пора новоселье справлять они человеческий язык понимают да их всего три было да у вас теперь получше домик есть а мне этот сгодится вот интересно какого фига пчелиное гнездо стало меньше ну помогай мать сыра земля чтоб дунуть погромче мать честная ага а тут не повезло вот тут она забаговалась мать честная ага а вот тут не повезло что у нас сейчас на стройках работает печенеги половцы гастарбайтеры так что неудивительно вы сами видите что происходит с ней вот так вот она богуется с добры не повезло а вот тут сожжение мой ночи с кругом она еще и перемещается вот так страшно ли тебе одной в лесу жить чай шастают тут разбойники всякие и каждый раз перемещается еще куда-то сильнее богатыри славные витя должны были мимо пройти дорога то тут одна не волнуйся добрый молодец отыщется а ты чай устал с дороги вот выпей напитку энергетического с кофеином да гуараною раз полегчает он ведь на весь организм волшебным образом действует а можно состав прочитать друг там добавки вредные из чего захотел это коммерческая тайна или я муромец не так туп здесь но это вообще но это отвратительно смотрится вообще так я и стану напитки бусурманские непроверенные в себя заливать так потом не то что 33 а все 66 лет на печи похмельем промаешься пригублю для виду да не буду я эту гадость тем более сейчас вот я вижу что ты настоящий русский богатырь не только сильный но и головой соображать умеешь не то что остальные а вот уже намеки пошли не палево значит все же видела кого никого не видела только на картинках есть такие журналы для одиноких не договаривает что-то да видно уже что ну-ка я ее смогу вообще за экран вывести а нет дальше не выводится уже ну короче ну это отвратительно смотрится давайте уже зайдем внутрь войду осмотрю хватит на это хватит на этот ужас смотреть и чисто тут что ну вот батыр располагайся и кушай спи если хочешь а я подозрительная доброта не дакли сердцем чую тут богатыри некуда им больше деваться было нужно только осмотреть все как следует давайте осмотрим не буду я здесь столоваться не люблю пищу басурманскую но выглядит довольно аппетитно не не ем я после шести кольчуга вон уже на пузе трещит когда слишком мягко постелена потом обычно жестко спать ничего себе дамский только не на него он смотрит и сюда спокойно человек поместится или два на совесть работа на плечом не вышибешь нет но в принципе можно но разбега подходящего без ключа его открыть не получится да но явно что-то ценное внутри может быть странная светлица у этой царевны химию она тут изучает что ли не то что пить трогать даже не буду уж больно подозрительно выглядят а здесь у нас чего ключ конечно размеру богатырского с таким и на супостата ходить можно только вот замков для него здесь не наблюдается да не тот размерчик был бы он поменьше раз да в несколько раз какой 2 а если так попробовать проверим напиток так вот ведьма чего ты со мной сотворить хотела неужели алёшка с добрыни на эту хитрость басурманскую попались ну чего бы в этом шкафу ни было сейчас вскрытие покажем ничего себе да это ж алёшкин меч и копьё добрынина точно зелья колдовского братья мои выпили где 6 подтверждаю что баба за решеткой есть алёнушка илья муромец богатырь русских печати таможня алёша добрынюшка откуда у нее здесь этот документ вообще взялся да полегче ведьма тут люди живые не она это это шлюшин голос эй илья мы тут да не услышит он сейчас для него твой голос тоньше писка комаринного будет а он еще и на ухо туговат а откуда он тут взялся вести мы откуда нас искать послали князь волнуется эх выбираться из этого ларца надобно пока царевна басурманская и илью нашего вокруг пальца не обвела до пробовал уже много раз чай не первые сутки сижу да необычным образом ларец открывается видимо да только поломал ее вандал какой то это ж серьга ну в ушах носить молоток в ушах носить одно слово басурмани еще камушек еще так странный какой-то флакончик и кажется внутри что-то плавает ну-ка отведай силушки богатырской фу это ж духи ванище теперь будет пусть лучше духи тугарин ведь не моется знаешь как от него несет от нас прям не несет так от нас хоть русским духом и сидит тут тугарин подольше чем мы на только почему-то не выгляделось ничего оттуда как будто там ничего не было внутри никаких духов слушай друг любезный ты часом камешек здесь не на мой улыбка у него цветной такой блестящий и что с того понимаешь он нам очень нужен отдай его пожалуйста по старой дружбе что мне за и подобрел тугарин что-то здесь есть хочу раздобудите что-нибудь камень ваш все равно он мутный попробуем ну-ка попробуем попробуем инструмент какой-нибудь использует а ведь если вдуматься грозное оружие ну а если хорошо размахнешься то даже палец царевне поцарапать сможешь попробуем вот это по-нашему отведай силушки богатырской что-то мне тоже есть охота может еще разок попробуешь а подсобить мне не хочешь добрынюшка ну ладно без меня ведь не справишься вот так ну вот теперь и поесть можно только с тугариным поделимся держи друг сердечный кушай не обляпайся приятного аппетита держит божеца этот момент тоже и анимация вот это тоже спасибо богатырь вот твой камень короче в этой игре больше всего багов и недоделок чем других частях так теперь давайте поставим все свои камушки на место ну прям как там и было вот бессмысленное занятие а думтяжких отвлекает красота ну прям как там и было вот бессмысленное занятие а думтяжких отвлекает так а вот собственно мини-игра вот так вот такая вот игра короче здесь нужно ну вы сами понимаете но я думаю что здесь надо делать здесь надо три камушка в ряд выставить и при этом надо при этом находится ключи а здесь находятся замки и задача убирать кристаллы под ключами так чтобы все ключи попали в свои замки и при этом это надо успеть пока не истечется время желательно торопиться надо ждать наверное когда кончится время потому что с этой игрой и вряд ли у нас что-то уже выйдет ключи не дают просто нормальную комбинацию эту сделать ждем когда время кончится и Субтитры создавал DimaTorzok Так, давайте заново. Эта игра у нас не сыграется. К сожалению, не сыграется, потому что вот пять ключей в ряд, они просто мешают камням расположиться так, чтобы я комбинацию под ними смог сделать. Это плохо, это было плохо. Что тут были вот эти камни. Надеюсь, во второй раз всё срастётся нормально. Так, пока дело идёт неплохо. Так, вставился один ключ, и произошла перемешка. Кто-то пишет, я ответить сейчас не могу. Сразу две. Так, так-так-так-так-так-так-так. Так, какую бы дальше? Чё надо сделать? Вот эту. Эту. Отлично, звёздочка появилась. Один, второй ключ. Где-ка? А, вот. Вот ещё. Так. 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 А, нельзя ключи, ключи обменивать. Так, вот так. Можно. Тоже нельзя обменять ключи. И вот тут, жаль, нельзя. А, вот так можно сделать. А, уже три ключа, замечательно. Так. Блин. Сложно-сложно, я не вижу. А, вот. Вот. Да не это. Вот так. Вот так. 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 Опустить бы этот сундук пониже. Видимо, нету других вариантов. Придётся его использовать сейчас. А хотя, может и был. Не знаю. Не знаю. Так, что дальше. Так. Вот 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 так. 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 И вот так. 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 Сундучок появился. Так. Опять перемешка произошла. Жаль, не звезда. Звучит музыка. Звучит музыка. Опять перемешка. Надеюсь, с этой игрой у нас всё-таки сыграется. Вот тут, вот сюда бы сундучок не помешало бы поставить. Ключи опять могут мне загородить. Продвинуть предел этот. Вот так лучше. Хоть один ключ вставили. Так, ещё ключ один вставили. Отлично. Эта игра у нас, я думаю, сыграется. И остался последний ключ. Звучит музыка. Звучит музыка. Две звезды. Всё, выиграли. Много же времени эта игра он заняла. И главное, не волить не будем. Да, богатств только некуда, деньги тратились все эти. Пошли. Добрынюшка, это ж Илюшин голос. Да ведь он же с басурманщиной насмерть бьется. Ему же помощь нужна. За мной, вперед! Да погоди ты. В таком виде с колдуньей не повоюешь. Мухобойка прихлопнет. Надо размеры прежние возвращать. Да, но возвращать прежние размеры мы будем уже в следующей серии. Долго же времени эта мини-игра у нас заняла. Вырастать и продолжать игру мы будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вас подписывайтесь, меняй эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал. На него ссылочка в описании игру вконтакте. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова